Будет сегодня? Там будет. Привет, друзья! Это видео состоит из трех эпизодов о том, как мы с Кузей и Сашей Шмелем пытались поймать Вимбу. Скажу сразу, что безуспешно. Поэтому те, кто ждет встречи именно с Вимбой, а не с нами, может поставить дизлайк и закрыть это видео. Тем же, кто все еще смотрит, скажу, что в этом видео вас ждут виды ранней весны, звуки реки, голоса птиц, ну и, конечно, встреча с нами. Кадры, которые вы сейчас видите, были сняты еще 26 марта. Остальные эпизоды чуть позже. Почему я решил выложить сразу три выезда? Да потому, что не было смысла поступать иначе. Тем более, что выудить рыбу не получилось. Думаю, что вы поймете. В этом эпизоде мы приехали на наше старое место, где с Сашей были уже 4 или 5 раз. А вот Кузя тут был впервые. Пока он делился с Сашкой невероятными историями рыбалки, делая характерные жесты руками, я глядел вокруг. Ловил не только рыбу, но и интересные кадры для себя и вас. Это тоже своего рода азарт. Тем более весной, когда все просыпается после долгой зимы. Поснимай, посидим, помолчим. Подождем, как говорится, рыба. Будет сегодня? Там будет. Надо отметить, что мы, конечно, не просто сидели, но и трудились, делая все от нас зависящее, чтобы поймать эту неуловимую вимбу. Перебрасывали, чистили снасти от травы. Ловили на креветку, червя и опарыша, чередуя или комбинируя это все в разном виде, лишь бы угодить рыбе. Короче, вот так мы тут сидим и ждем жирную, большую и неуловимую вимбу. Процесс похож на ловлю камбалы, как мы ловили на море. Кстати, ловим теми же удочками. Но пока что-то ничего не слышно. Вроде один раз что-то был, какой-то удар, но на этом и все пока что. Кузя вот сидит, лыбу давит. Доволен. Чем доволен, хрен поймешь. Ты чем доволен? Чем я доволен? Угу. У меня сегодня выходной. Ну, человека радость. Вот. Как-то так. Кузя углубился в чтение Булгакова или Достоевского. А, нет. Он просто сидит в фейсбуке. Прибегал какой-то песель, понюхал, вильнул хвостом в знак приветствия и побежал по своим песельным делам. Как мы не старались, рыба не пришла. Это ближе. Это еще ближе. А это вчера. Кракаюбрины. Кракозябрины. Да. На чем мы их? На них будем ловить. Давай вот тут сразу на месте, на чемодане прикроешь? Да. Кузя, как заправской повар со стажем, почти что, оттопырив мизинчик, нарезал деликатес. Я не аристократ, поэтому не знаю, как. Как ты не знаешь? Ну, пожалуйста. Раз, два. Готово. Чистенько все. Повар-профессионал за работой. Да, все. Готово. Готово. Но прежде чем насаживать, нужно помыть руки. Вимба любит гигиену. Как там, Саня говорил, по волокнам? Нет, поперек. Вот так? Да. Или вот так? Поперек. Вот так типа? На спинку и цепляешь. В смысле? Бубянцы. Да, вот эти вот фигни, они светятся ночью. Они фосфорные. Снаряжаю еще одну горнельку. Гитарки называются. Бас. Бас-гитарки. Это такой вот. Радио 1-педовой. Кузи сегодня настроение боевое. Это такая приблуда для ловли вимбы. Да, я во него прибуду, пойду попробую. Рогатину среду. Горнельками мы называли креветки. По-латышски креветка – гарнола. А наш оператор никак не мог вспомнить русского названия и назвал их горнельками. Нас это так позабавило, что мы потом мусолили это слово всю рыбалку. Вот, и потом эта вся конструкция лепится на основную леску и вот так вот в стороне висит. Как далеко ты бросал, Кузь? Мы вновь трудились, не покладая рук. Общались, шутили. Естественно, не забывая про горнельки. Я так далеко уже не видел. Старый я стал. Да? Наверное? Да. Держу. Горнелька. Всем горнелькам привет. Так. Все. Чуть подаль сидели другие рыбаки, но у них, судя по всему, было так же тихо. Через какое-то время раздался звонок одной из удочек. Я метнулся и даже немножечко поборолся с рыбой. В итоге обрыв вместе со всей снастью. Адреналинчик охапанул, скажу я вам. Но обидно. А обиднее всего Кузьки. Он очень ждет рыбы. Хотя я тоже жду. Не дождусь. Ну было, реально било. А как это вот пилать можно? Бля, я реально так и думал, что хрень эта вся эта гитара, блин. Нет, я бы сказал нормально, надо заматывать сильно. Ну, что-то такого. Я вообще не ожидал, что она слетит. Последняя. У меня еще крючки есть. У меня еще крючки есть. Короче, была поклевонька. Удочку завалило. Пока тащил, сорвалось, оторвалось вместе со всей приблудой и гитарой. И ушло. Не знаю, что там за монстр был, но поначалу практически поднять даже ее было тяжело. Эту удочку. Еще был вроде бы удар на той дальней, которая сейчас вот тут. Но не уверен, что это был удар, а не зацеп, за траву. А в предыдущей точно было что-то крупное. По ощущениям очень крупное. Посмотрим. Надеюсь, что это только начало. Мы здесь где-то полчаса всего. Как-то так. Продолжаем. Клин! 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 Бубинтами Вперед! И вновь наши труды и надежды не оправдались, а под конец повалил снег с дождем и согнал нас. Печаль. Бубинтами привет другие подруги сегодня я и кузя всем привет приехали снова на наше место которое вы уже видели на гауи в попытках поймать неуловимую рыбу вимбу мы уже ее пытались сашкой поймать и вдвоем уже катались пару раз до но пока ничего прошлый раз у нас какой-то раз какой-то удар был но я лосось пока тащил это был точно может быть может быть лосось таймень но оборвало все вообще весь обвес и уплыла и сегодня мы вновь сюда приехали приехали правда поздно уже на пол одиннадцатого до но где-то в районе этого ну в общем в нашем стиле серьезный подход к рыбалке и так далее вот но может удача улыбнется дуракам как говорится и мы что-нибудь сегодня поймаем ловим на 4 ловим на 4 удочки на креветку вкусную кузя привез кузя у тебя есть еще что сказать нашим зрителям ну как что сказать ждем ждем результаты все мы только что забросили все быстренько и теперь сидим ждем снарядились вот так мы не сдавались и вновь приехали на то же место тем более что местные поговаривали что здесь все же вимба появлялась и успешно вылавливалась погода была хороша так почему бы не провести день у реки тем более имея шанс поймать рыбку тем более когда такая весна вкусь вкусь как ты думаешь ну пока что никак не думаю как ты думаешь в вимба вообще существует не знаю в руках не держал кстати карлуха был карлуха был на лилопа там они наловили как поймали сколько конечно узнать еще привезли штук 5 по моему но это не все сколько там они но я не знаю не спрашивал и мы тут с тобой как два лошпедрона ну да ну шо куда я только с работы приехал не поим сейчас влево на лилопа блин я думаю мы знаешь чем можем в принципе можем даже не выезжать можем в ванну закинуть результат будет тот же и сразу там же можно покушать что-нибудь да ну может я чувствую хотелось бы конечно хоть что-то чтоб руки запачкать хотела теперь ничего не надо в ожидании рыбы мы просто сидели смотрели дышали иногда рассуждая о вечном аура воды делала свое дело буквально только был его не стало и 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 заход перебросив удочки погуляли по берегу кузя засек что-то змей подобное в воде Типа светло-светло-коричневая. Ну, такой где-то, такой червяк. Ну, может, змейка, а может, минога. Ну, скорее всего, что минога, но она вилл так забилась. А потом мы набрели на чьи-то огромные следы. Следопыты из нас не очень, конечно. Да, сантиметров 10, наверное. Четыре. Может, Мишутка? Я говорю, вот, видишь, вот туда пошло. То есть, опять туда же? То есть, опять туда же. Ну, вот оттуда пришел. Короче, мы тут с Кузей сидим уже часа, наверное, два, да, Кузь? Да. И вообще тихо-глухо. Я вообще не верю больше, что Вимба существует. Это миф. Не верьте тем, кто говорит, что она есть. Это просто придуманная рыба. Так же, как и щука. Вот. Завтра, наверное... Поедем завтра? Я думаю, что да. Завтра, наверное, поедем на Рублевку опять. Но уже, наверное, на поплавочек просто попробуем посидеть. Может, там еще как-то половим. Не знаю. Посмотрим. Но сегодня вот сейчас еще 15 минуток и будем сворачиваться. В любом случае, у реки сегодня хорошо. Ветерок, правда, но все равно. Такой некий. Да. Посидеть. Расслабиться все равно получилось. Дрон запустить получилось. Что-то поснимать. Что-то поснимать получилось. Кто звонил? Да это ветер, я думаю. Ну, посидим еще 15 минут. Но я уже не верю, что сегодня что-то будет. Хотя, хрен его знает. Чем черт не шутит? Субтитры создавал DimaTorzok